Всем привет! Пришло время поделиться с вами впечатлениями об использовании товаров с сайта Алиэкспресс. В течение полугода я приобретала различные гаджеты и вместе с вами их тестировала в своих видео. Всего было отснято 8 роликов, где я рассматривала каждый товар в отдельности. И сегодня я хочу поделиться с вами именно теми гаджетами, которые остались у меня на кухне, нашли свое место и которыми я с удовольствием пользуюсь. К сожалению, некоторые гаджеты, которые мне понравились во время тестирования, на деле оказались не такими уж полезными. И поэтому я ими перестала пользоваться. А вот те гаджеты и товары, которые прижились на моей кухне, я сегодня вам их покажу. От первого видео у меня осталось всего 2 кухонных приспособления. Это сепараторы для яиц. Очень нужная вещь в хозяйстве, если нужно разбить более 3 яиц, отделить белки от желтков. Использую. И второй незаменимый помощник это дуршлаг съемный, силиконовый, на прищепках. Большой дуршлаг нужно мыть, нужно доставать. Не очень удобно, а этот прицепил, слил воду и все. Моется прекрасно в посудомоечной машине. Даже если ее нет, то под краном сполоснул и он чистый. В основном я его использую, когда варю любые макаронные изделия. Стоящая вещь. Из второго видео у меня осталось 2 кухонных предмета. Это силиконовая лопатка с металлическим стержнем внутри. Она небольшого размера, очень удобная. Особенно, когда готовишь выпечку, собирать с краев крем. Практичная и удобная. Чаша дуршлаг для овощей и фруктов. Использую постоянно, потому что очень удобно мыть различные овощи или фрукты, небольшое количество. Сливать воду. Пользуюсь все время. Также эта чаша предназначена для того, чтобы промывать крупы. Но по этому назначению я ее не использую. Не знаю почему, использую только для овощей и фруктов. Из третьего видео у меня ничего не прижилось на моей кухне, чтобы это было именно под рукой. Там в основном, по-моему, у меня были формы, поэтому они лежат на хранении. От четвертого видео у меня остался такой нож для удаления сердцевины из яблок, груш. Удобное, классное приспособление, которое у меня висит на магнитике вместе с ножами. Всегда под рукой. Если делаем шарлотку или какой-то яблочный десерт, достал и почистил. Не убираю его в далекий ящик. После пятого видео у меня осталось немного больше кухонных товаров, которые я по сей день использую. И которые всегда под рукой. Это два термометра. Один термометр подгружной и другой бесконтактный лазерный термометр. Удобно их использовать для приготовления различных блюд. От мяса до десертов. Показывает пока 43 градуса. Готовое мясо свинины около 70 градусов. Все, термометр остановился на отметке 44,3 градуса Цельсия. Отправляем мясо обратно в духовку. Еще на некоторое время. Приготовить маршмеллоу. И для его приготовления вам понадобится инвертный сироп, который можно сделать самим. Сироп нужно уварить до 107-108 градусов Цельсия. А также на моей кухне радуют глаз оригинальные контейнеры для овощей. Для чеснока, для помидоров, для лука и лимона. Вместительность здесь помещается как половинка луковицы, так и целая, большая, даже я бы сказала, огромная луковица. Используя этот контейнер, луком не будет пахнуть на весь холодильник. Он не заветрится. Пользоваться очень просто. Защелкнули. И легко открыли. Все-таки я считаю, что пластмассовые контейнеры это не для долгого хранения. Тем более овощи, они разрезаны. Поэтому не нужно оставлять их на долгое время в этих контейнерах. После шестого видео прижились у меня на кухне два предмета. Кстати, первый предмет, о котором я хочу рассказать, я от него не была особо в восторге. Это чудо-открывашка. Здесь есть откидная ручка. С одной стороны и с другой. Но тем не менее, он оказался функциональным, и я его постоянно использую. Так как нужно очень часто открывать вакуумные банки, крышки, которые закручиваются. И эта открывашка 6 в 1 мне очень хорошо помогает. Несколько раз уже открывала консервные банки, у которых нет ключа. Да, необычно. Открывает этот нож под юбкой консервной банки. Не сверху, как мы привыкли, а именно под юбочкой. Но тем не менее, открывает легко, быстро. Я приспособилась на то, что я не особо возлагала надежды, осталось на моей кухне. И я этим с удовольствием пользуюсь. Отдельная моя любовь подставка для крышек и половников и ложек. Это просто самое, наверное, на сегодняшний день, мое любимое. Потому что оно все время у меня используется, когда я готовлю. Стоит рядом с плитой. Удобнейшая вещь. Всегда есть куда положить ложку, либо лопатку. И поставить крышку. Потому что, когда ты готовишь, нужно вечно снимать крышку. Ты не знаешь, бегаешь по кухне, куда ее поставить, воткнуть, положить. С нее вечно течет. Здесь есть отсек для воды. Поэтому это превосходная вещь. Она мне очень нравится. Прижилась на моей кухне и радует глаз. Удобно оставить крышку. Ничего не упадет. И вот таким образом можно поставить шумовку, если мы варим пельмени. Если мы варим суп и используем половник, то очень легко здесь он будет находиться. Если это обычная ложка, то ее можно просто положить. Там же, в принципе, можно положить и половник. А можно поставить. Все хорошо держится. Никуда ничего не падает. После седьмого видео у меня осталось три кухонных товара, которыми я довольна и пользуюсь. Первое. Это овощечистка станок. Острый. Делает свое дело всегда под рукой. Там, где ножи, висит на магнитике. Второй предмет. Это складной венчик. И простым поворотом ручки превращается в полноценный венчик. Вы много раз уже видели в моих видео. Потому что я постоянно использую этот венчик. Он легко моется. Мало занимает места. Достойная вещь на кухне. И третий гаджет, в который я влюбилась, это запайщик пакетов. Незаменимая вещь для меня. Я им постоянно пользуюсь. Всегда в отделе, где ложки, ножи. Всегда у меня под рукой. Быстро, удобно, качественно. Кто еще не приобрел такой запайщик, обязательно к нему присмотритесь. Из последнего видео на кухне у меня осталось три предмета. Два электрических. Это электрическая перечница. Электрический штопор. И банальная прищепка клипса для бумажных пакетов. Очень удобная, качественная. Хорошо закрывает, не слетает. Супер. Электрический штопор отлично открывает бутылки и по сей день. Супер. 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 Ну а перечница у нас присутствует всегда за обедом, на столе. Всегда перчим свежим молотым перцем. Да. Очень удобно, когда использую при приготовлении каких-то блюд. Перец не выдыхается и всегда свежий. Единственный минус, о котором вы мне писали в комментариях об электрических гаджетах, это то, что батарейки быстро садятся. Я нашла выход из этой ситуации, потому что эти гаджеты мне реально нравятся. Поэтому я решила эту проблему с помощью зарядного устройства, в которые вставляются батарейки аккумуляторные. Если приобрести аккумуляторные батарейки и зарядное устройство, это стоит денег. Они, как правило, намного дороже, чем обычные батарейки, но оно того стоит. Они очень быстро себя окупят. Но зато такие красавчики электрические приборы у вас будут на кухне и вы спокойно можете ими очень долгое время пользоваться. Но если все же вы не хотите покупать аккумуляторные батарейки, купите хорошего качества с долгим использованием обычной батарейки. Но других рекомендаций, к сожалению, я вам не могу дать. В заключении я еще хочу отметить два кухонных товара, которые я оставила не для себя, а для моей мамы. Этот спиннер для сушки овощей отправляется к моей маме в Россию. Потому что когда мы туда приезжаем, покупаем много зелени, и она, как правило, с рынка, свежая. Поэтому ее нужно хорошо промывать и просушивать. Это классное изобретение я забираю с собой в Россию. А второе изобретение это нож для рыбы. Его уже у меня нет, я его уже отдала маме, и она им прекрасно пользуется. Ссылки на все товары я оставлю в описании под видео. Надеюсь, что это обобщенное видео вам пригодится, сэкономит вам время и деньги. А я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok